ну а у нас сегодня не автобезумство а вот как в группе был опрос многие просили показать ну вы видите да здесь вот жидкость у меня такая охлаждающая для двигателя потому что у нас зима на носу и вот мы решили их протестировать и все-таки проверить как-то более-менее совпадают они заявленным своим качеством или нет но и вот что ребят у нас получилось было приобретено вот такое количество незамерзающей жидкости для охлаждения двигателя но тут всякие разные марки как вы просили в группе писали но ребят сразу могу сказать чего что у нас есть компания которая производит но я так понимаю они недавно появились у нас на рынке она называется oxycar вот она нам предоставила тоже вот несколько образцов антифриза зеленого красного и также тасола будем пробовать их то есть ребята хотели получить независимую экспертизу вот пожалуйста сейчас мы это все и посмотрим что у нас есть для проведения данного эксперимента но как вы можете видите да у меня тут есть всякие разные даже электронный термометр также у меня есть рефрактометр этот прибор показывает температуру замерзания ну и плюс ко всему есть еще сухой лед с помощью которого мы будем понижать температуру и обыкновенным градусником смотреть температуру кристаллизации ну а начнем мы с простого тасола который уже 40 то есть температура замерзания у него должно быть минус 40 градусов сейчас мы будем все это дело проверять как вот у меня колбочка с водой колбочка с тасолом и сухой лед пусть термометр сейчас я насыплю сухого льда вода естественно начнет кипеть и охлаждаться поставим в нее колбочку и будем замерять температуру на термометром при которой он начнет кристаллизоваться вот у нас ребят на 35 градусах на чем начался процесс уже кристаллизации должно быть вам видно видите крошка появилась но он еще не замерз как бы крошка это не смертельно все равно он еще жидкий так минус 36 уже минус 36 он уже начинает балдеть ну наверно сейчас уже он замерзнет сейчас смотрите сейчас уже все сплошная крошка но он как бы еще все равно жидкий я думаю что полностью он все равно не замерзнет надо очень низкую температуру хотя все да все он замерз температура 37 градусов ну вот и смотрите что у нас получилось то есть на что сол заявленный до минус 40 градусов но в районе 37 градусов сами можете видеть что он превратился то есть он ведь он даже он практически даже и не он шевелится еще но вот этот процесс кристаллизации я так понимаю должен начаться только 40 градусов а на стенках он уже полностью замерзший ну вот значит ребята с этим тасолом мы определились взяли другой тасол гостовский тоже до 40 градусов сейчас я поставлю пока он будет охлаждаться я возьму первый наш возьму первый образец и посмотрю температуру замерзания вот поэтому приду прибору по рефрактометру интересно что покажет он а здесь по рефрактометру у него температура замерзания 33 градуса попробуем показать ну вот как вы можете видеть температура замерзания по шкале рефрактометра видите да это правая шкала 33 градуса но по факту он у нас замерз на на 37 градусов но и вот получается у нас что получается что оба прибора у нас показывают что нету соответствия заявленной температуры замерзания значит следующий образец ребят что у нас тут получается 30 уже минуса есть как вы можете видеть пока он себя ведет нормально то есть никаких нареканий к нему нету все пока в порядке чуть-чуть пока еще маленько подостынет смотрите температура у нас понизилась до минус 33 градусов и все сейчас я достану вам его оттуда и покажу что с ним произошло смотрите то есть это уже но это уже можно сказать практически лед да конечно то есть там что-то разморозить он не разморозит то есть там не лопнет наверное некие не патрубки не там ничего не цилиндры никакие не раздает но машину завести с таким тассовом я думаю будет очень сложно на данном образце вы тоже можете видеть да по рефрактометру температура замерзания 30 до 33 градуса но и по замораживанию но у нас показал тоже 33 градуса что тоже не астане соответствует заявленным заявлен 40 мы переходим значит на к следующему образцу это у нас был да прям тут на ближайшие заправки был приобретен 1 8 значит по рефрактометру лукойловский тассов показывает температуру занимает замерзания минус 43 градуса очень даже неплохой показатель ну что вот у нас получается температура минус 41 градус намеков хотели он чуть-чуть появилось что-то но это еще надо подождать еще подождать так ребят смотрим температура минус 44 градуса вот он начал потихоньку кристаллизоваться немного загустел ну скажу вам по сравнению с другими образцами а ну вот все началось началось температура 40 минус 44 ну вот смотрите что получилось на 44 градуса ведь но он очень достойно держался показал себя правильно даже выше заявленного пускай даже на 4 градуса но это выше и это радует нас как покупателей переходим к следующему образцу это вот компания от которая появилась у нас недавно oxycar они позиционируют что у них очень хорошие жидкости сейчас посмотрим посмотрим заявлено тоже заявлено тоже минус 40 нальем отпустим подождем и все увидим то есть выполняют они свои требования или нет значит то стол компании oxycar по рефрактометру показывает температуру замерзания 40 градусов минус 40 и вот ребят что мы видим температура минус 45 градусов как вы можете видеть и только-только начали появляться кристаллики только вот началось как началась кристаллизация температура 47 градусов ниже 0 тасол вот он все наконец-то мы дождались пока он более менее закристаллизуется ну да и тут он уже как бы тоже замерз видите блин еще даже и течет в принципе как многие другие в россии на 47 градусов сами понимаете да это как бы тоже при заявленных 40 это очень положительный результат вот ребят закончили мы 100 солами сами вы все видели прекрасно есть отличные образцы есть маленько похуже но теперь мы будем переходить уже к антифризом я думаю там будет интереснее о значит переходим более популярным жидкостям это антифризом взяли вот мы вот такой стандартный обыкновенный антифриз будем сейчас испытывать его температура замерзания у него заявлено тоже все на всех минус 40 градусов посмотрим что у нас получится по факту быстренько опустим пускай он остывает ну и пока он остывает чтобы не терять время зальем его сразу сюда покажем посмотрим вернее какие показания будут здесь как вы можете видеть по рефактометру температуру замерзания у этого образца минус 39 градусов вот он сейчас у нас остынет и посмотрим что получится чем у нас получается 40 градусов ровно 40 все пошла крошечка видите и фриз начал замерзать кристаллизоваться и все но это радует то есть заявлено 40 вот ровно 40 с ним это и начало происходить то есть у нас потребителей несколько не обманули как заявлено так все и есть на самом деле покажу как он замерз вот блин вот видите он не замерз конечно в камень но тоже загустел переходим к следующему антифриза тоже зеленый тоже минус 40 заявленных открою сюда набьем немного все на месте все будет остывать так мы пока он там остывает по мы смотрим показания рефрактометра по нему у нас получается 42 градуса температура замерзания сейчас поглядим вот ребят что мы видим 40 градусов и уже пошел процесс видите кристаллизация как нам и обещали очень неплохой показатель при обещанных 40 но и тут нас не обманули вы посмотрите все как положено 40 градусов он держит спокойно видите 41 уже замерз переходим к следующему образцу это вот наша молодая компания oxycar у них заявлено температура замерзания тоже 40 градусов сейчас мы это все проверим опускаем и ждем ну а пока ждем сейчас посмотрим на приборе и так по рефрактометру температуру замерзания порядка 42 градусов ну вот сейчас и поглядим так смотрим ребят видите температура минус 44 градуса показывай и вот пошел начался процесс кристаллизации так вытаскиваем температура почти минус 45 что мы здесь видим блин намного жили посмотрите то есть смотрите вот он спокойно перебивается по колбочке это минус 45 градусов вот значит зелеными антифризами вы все увидели все хорошо все здорово теперь переходим к красным здесь маленько разные производители почему потому что вот этих производителей антифриз зеленого цвета который идет до минус 40 просто не нашли там уже шли которые до минус 50 ну естественно у нас как бы на эксперименте все должно быть примерно одинаковое то есть 40 50 уже брать как бы ни к чему поэтому взяли все 40 ну что переходим к первому так опускаем его охлажденный спирт будем ждать пока он остынет а пока он остывает сейчас быстренько посмотрим на приборчики но его как мы можем видеть по прибору у нас температура замерзания минус 41 градус посмотрим что у нас там в чашке сварится так ребят что мы можем видеть вот этот антифриз красный который лукойловский 42 градуса и все и он начал кристаллизоваться в принципе все что мы хотели добиться добились 42 градуса следующий у нас красный это японский и сель тоже 40 градусов сейчас посмотрим что покажет он нам туда будем и пока он остывает посмотрим на аппаратике сколько аппарат покажет температуру замерзания ну вот как вы можете видеть до рефрактометр нам показывает 42 градуса даже может быть почти 43 сейчас поглядим по факту что у нас получилось и так что мы можем видеть температура минус 41 градус и он тоже начал замерзать появилась крошка в нем вот видите вот он замутнел опять даже минус 41 он остается довольно таки жидким то есть как бы производитель не обманул нас 40 градусов он держит и только начинает кристаллизоваться значит переходим к следующему образцу но это вот опять же повторюсь компания ксикар замерзать мы быстренько проверим все это было на приборе так что мы тут можем видеть температуру замерзания по прибору минус 46 градусов при заявленных 40 но это очень радует сейчас посмотрим что у нас там в колбочке произойдет но и вот у нас еще один образец смотрите температура какая скажу это минус 47 градусов а он еще только-только начинает видите да он даже до сих пор еще прозрачный я уже жду не дождусь когда в нем кристалл это появится блин температура минус 49 градусов но как-то неохотно он тоже кристаллизуется давай уже замерзать блин вот как вы можете видеть данный антифриз производитель заявил температуру замерзания 40 градусов дал час 49 градусов и раз вы видите да насколько он до сих пор еще жидкий ну вот ребят значит все мы вам показали про все вот эти вот марки антифризов таблицу температуры замерзания вы найдете у нас в группе вконтакте проходите смотрите делайте выбор он скорее всего он будет такой цена плюс качество ну а у нас на этом пожалуй все так что мы заканчиваем смотрите нас подписывайтесь ставьте лайки пока ну и ребят чтоб все это так вот сильно грустно не заканчивалась короче остался у нас еще лед блин как его сюда засуну и прям сверху на него налью налью охлаждайки давайте посмотрим что из этого получится ну и еще такой маленький сюрприз помните нашего 190 да вот он вернулся к нам мы его опять тут маленько вскрыли я надеюсь мы сегодня его доделаем то есть он заведется и поедет но это уже следующих частях так что смотрите нас вот